Ну что, вот такие вот курабье печенюшки сегодня я приготовила. Как они готовятся? Очень просто и очень быстро. Посмотрите видео. При готовлении печенья курабье нам необходимо 180 граммов масла сливочного. Можно брать маргарин, но он должен быть немножечко мягенький. Щепотка соли, пакет ванильного сахара, 3 желтка и 1 яйцо. Яйцо я уже выбила, а сюда потом белок, то есть 1 целое и 3 желтка. 200 граммов муки и 40 граммов кукурузного крахмала. Если у вас нет кукурузного, берите, пожалуйста, картофельный. Потом нам понадобится джем, нутелла, шоколад, что хотите, потому что вы знаете, что курабье. Мы уже видели, что такое курабье в начале видео. Как обычно я ставлю заставку. Что я сейчас делаю? Я беру масло, у меня здесь 200, то есть я 20 граммов заберу отсюда. 180 граммов масла или маргарина в миску. Добавляю сюда щепотку соли. Сахара у нас здесь нету, только пакет ванильного сахара. И все это перемешиваю. Это можно замешивать миксером. Сюда можно добавлять яйца и 3 желтка. Сейчас я это сделаю. Перемешиваю масло. Миксером, конечно, это разобьется моментально все. В однородную массу. Но я хочу чуть-чуть буду добавлять просеянную муку и все разотрется. Просто не хочется. Это такое простое печенье. Не хочется еще сюда задействовать миксер. Все. Вот видите, с мукой это все элементарно. Вымешиваю тесто. Можно включить духовку. Дело в том, что это печенье готовится без холодильника. То есть не нужно отправлять его в холодильник на 30 минут, чтобы там все замерзло, остыло. Тесто должно быть такое мягенькое. Мы его будем выдавливать. Смотрите, как шикарно все получается. Тесто я замесила. Я дальше замешивала. Смотрите, оно, если так вот брать, то оно липнет к рукам. Вся мука ушла и весь крахмал ушел. Доказательство. Смотрите, никуда не пересыпало. Ничего, чтобы вы знали. То есть вот я руками вымешивала. И вот хватается оно к дну посуды. Не так прямо сильно, что мокрое. Но вот если брать, его раскатывать, то оно просто-напросто еще влажновато. Потому что, ну вот пишут, берите 300 граммов, берите 200 муки. Ребята, это по тесту нужно смотреть. Может быть лишнее, может быть не хватать. Вот такое тесто получится у вас должно. Я думаю, что вы уже хорошо это увидели. Все. Я это все убираю. Беру кондитерский мешок и насадку звездочка. Такой противень. Я взяла насадку вот такую. Вот такую. И сейчас будем пытаться отсаживать эти печенюшки. Вот так. И забрали. Надо, конечно, такое, если такое более плотное тесто, нужно брать тканевый мешочек. И забрала. Все. Выдавлю эти печенюшки сюда. Смотрите, я выдавила. Теперь я беру обыкновенную воду и вот так вот пальчиком, ну, только, что мне сильно мокрое, тут сильно это мокрое, вот так вот делаю углубление здесь. Поэтому не бойтесь, что там, где отрываете кончик с насадки, что у вас там такой пыпочка такая торчит. Не страшно. Ну, я сделала такой насадкой, может, там и другая должна быть какая-то, я не знаю. У меня такая есть, вот такое я делаю. И вот вы прижимаете, и видите, получается у вас такие печенюшечки. Не сильно увлажняете, так чуть-чуть, чтобы палец просто не лип. И углубление делаете такое, знаете, настолько вы хотите туда варенье или нутеллы, начинки положить. И тем самым вы делаете углубление, и печенюшечка ваша становится тоньше. Видите, она вот как разъезжается, вот. Видите, все, ничего страшного нет. Конечно, красиво очень смотрится, когда берете красное повидло или джем. Контраст очень красивый. И отправляете сюда. Ну, я сегодня возьму нутеллу, будет с нутеллой. Вот такие заготовочки вот. И теперь сюда отправляю нутеллу. У меня нутелла в таких коробочках, вы можете брать любое-любое повидло, какое хотите. И вот так вот в серединку это все выкладываете. У меня там есть малиновое варенье, но оно с косточками. Открывать специально не хочу. Все готово. Отправляю в духовку. 200 градусов, 15 минут. Можно с обдувом. Я прямо ужасаюсь. Посмотрите, посмотрите, что делается. Что это за масло? Что это на маргарине намного лучше, чем я купила это масло? Посмотрите, что делается. Оно вообще не держит кучу. Оно все тает. Ну что, будем делать? Ну что, вот такие печенюшки получились. Конечно, я такого никогда не видела, чтобы так вот оно все кипело. Поэтому я советую. Я хотела, как говорится, выпендриться. Для себя же готовлю. Возьму масло сливочное. Но получилось, вы видели, что берите маргарин. Самый лучший вариант. Самый лучший. И еще я забыла сказать, что я добавила одну столовую ложку сахара. Потому что без сахара очень пресно. Вот за того, что оно кипело, смотрите, они отлично. Оно ничего не сгорело. Ничего. Но того, что оно кипело, оно потеряло свои грани. Ну, это оно еще, конечно, тепленькое. Но это не страшно. Смотрите, какое оно крохкое. Оно вкусное. Но просто, что такое масло, я такого еще не встречала. Извините, бросила в рот и не сказала, что мы же будем сейчас пробовать. Простите. Вкусное. Но оно просто, знаете, не запекалось, а прямо варилось в этом жиру. А на вкус, конечно, хороший. Вот видите, каждый раз такое печенье готовил уже тысячу раз. И на тысячу первой происходит что-то непонятное. Потому что это не ваши руки неправильно делают. Это просто такие сейчас качества таких продуктов. Поэтому все у нас нормально. И с вами все тоже нормально. Готовьте. Пусть готовка приносит вам радость. Потому что домашнее, как ни крути, оно все равно вкуснее, чем магазинное. Я бажаю вам здоровья, мирного неба над головою. Всего наикращого. До свидания. До новых встреч. До побачения. До новых встреч.